Впервые требования введения посекундной тарификации прозвучало 25 сентября. И вот спустя три недели сотовые операторы согласились на условия управления за справедливую конкуренцию. С 1 марта 2013 года первая минута разговора будет оплачиваться уже на посекундной основе. Но при этом абонент должен заранее определить, как будут рассчитываться все его разговоры, посекундно или поминутно. Мы приступим к этой работе с 1 ноября, но поскольку придется пересматривать и обновлять договоры, то, чтобы избежать больших скоплений людей в зале, мы решили составить график и информировать своих абонентов. Думаю, что это займет несколько месяцев. Кроме этого, начиная с 1 ноября, потребители полностью и частично будут освобождать от авансовых выплат. Первыми свои деньги получат добросовестные абоненты. В течение текущего года авансы вернут всем. Система последующей оплаты – это кредитная услуга. При получении кредита в банке обычно оформляется залог, проводится исследование кредитоспособности потребителя. Нам также придется пойти по этому пути, изучить своих клиентов, чтобы начать возврат залога. Поэтому просим всех быть терпимее и правильно оценивать ситуацию. Внедрение по секундной тарификации только с 1 марта будущего года сотовоператоры объясняют предстоящей модернизацией. Им придется приобрести и смонтировать новое оборудование. Звонок абонента проходит через несколько звеньев высокоскоростных технологий. От сотовоператора поступает в спутниковую службу, возвращается обратно. Из 10 звонков только 3 оказываются результативными. Естественно, это обходится чрезвычайно дорого. Сотовые операторы утверждают, что они снизили цену до вполне приемлемой. И это правда. На вопросы журналистов во время пресс-конференции представители сотовых операторов решили не отвечать, назвав это мерой предосторожности от возможного недопонимания между конкурирующими на рынке компаниями. Но справедливости ради стоит заметить, что благодаря работе именно сотовых операторов Монголия сегодня на 100% обеспечена мобильной телефонной связью. Продолжение следует...